и добрый день здравствуйте сегодня у нас первый день зимы и это видео я снимаю снова из парка снова вот на природе до этого да я сняла два видео действительно вот с фонами потому что во-первых в Адалаиде у нас были дожди во-вторых мы немного всей всей семьей приболели на самом деле это был действительно противный грипп и до сих пор у меня такой вот скрипучий голос поэтому с фонами было легче либо с фонами либо вообще никак ну в общем я поняла ваш посыл что вам больше нравится смотреть вот на природу на окружающие там какие-то виды и вообще на Австралию чем на эти плавающие цветочки поняла учту но знаете когда какая-то мерзкая погода и не хочется совершенно никуда выходить дома бардак нет сил его как-то разгрести убрать и весь такой немного болезненный то фоны это на самом деле хороший выход ладно в любом случае давайте начнем перейдем к теме нашего сегодняшнего видео и сегодня я хочу поговорить вот на такую опять философскую тему я хочу прокомментировать вот эту поговорку народную мудрость можно так сказать где родился там изгодился да вот выразить свое мнение по этому поводу потому что часто спрашивают в комментариях там либо пишут специально с этим запросом вот как мы к этому относимся не было ли у нас каких-то там внутренних терзаний на эту тему и что я хочу сказать я думаю что это поговорка отговорка то есть людям которые не нашли в себе сил не нашли в себе каких-то не знаю способностей дам уехать куда-то попробовать себя где-то еще потому что на самом деле вы не знаете для чего вы пришли да в этот мир какие планы были на вас у бога и пока вы не попробуйте себя там 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 да то вы не узнаете наверное точно так же как мы не рождаемся сразу специалистами в определенной какой-то сфере да нам нужно попробовать посмотреть а как у нас получается это как это вот давайте посмотрим данную историю я думаю что во всех там умных книгах во всех религиях мира нету такого какого-то правила или закона чтобы вот если человек родился там в каком-то селе или в каком-то регионе то вот он обязательно должен там прожить мне такого нету даже если мы посмотрим на иисуса христа да он родился вифлееме но если бы он сидел там да кто бы узнал о нем он ходил и проповедовал нам в этом был смысл чтобы как можно больше людей узнали увидели вот имели возможность как-то соприкоснуться потом если мы посмотрим на самые такие вот развитые продвинутые страны современности то это собственно те страны которые в свое время поучаствовали во время вот великих географических открытиях хочу показать немного ближе ручей которых очень много в адалаиде сейчас вот так вот они выглядят вот такие вот красивые ручейки значит в горах есть водопады и ну естественно они пересыхают летом но зимой они очень даже полноводные красивые и потом вот с гор вот эти вот ручейки текут по разным районам в основном все-таки предгорья не достигают они до океана но вот здесь вот их очень много и они достаточно живописные часто еще на склонах такие специальные разные веселенькие цветочки и вообще смотрится очень здорово и кстати вот вокруг все эти деревья такие достаточно толстые похожие на коряги это тоже эвкалипты ну в общем да возвращаясь к нашим баранам если мы посмотрим на страны которые сейчас можно сказать самые такие развитые самые продвинутые то мы увидим такую законоверность что часто это такие страны которые в свое время не сидели на одном месте или в своей там где-то деревне а взяли ноги в руки и поехали исследовать на другие земли на они достаточно активно участвовали в эпохе географических открытий поехали там где куда-то за океаны и захватили замечательные колонии которые потом их обогатили вот так вот то что случилось потом да то есть какие-то колонии отпали какие-то там земли захотели независимости это уже другая ситуация но я о том что если сидеть только на своей территории на своей земле заниматься традиционными какими-то искусствами промыслами то наверное далеко мы не уедем всегда например до торговцы как люди которые ездили по разным землям всякие заморские там страны приключения себе искали на помимо всяких товаров они привозили также знания то есть всякие там порах бумага все 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 на свете до разные разные технологии они редко как-то придумывались на месте они все-таки перевозились поэтому я не думаю что вот это вот мысль да вот эта политика сидеть на одном месте и как-то своим умом изобретать велосипед это очень хорошо и для отдельно взятого человека и для страны я могу смотреть на примере украины например да в украине очень много людей тем или иным образом выезжают то есть кто-то на заработке кто-то в иммиграцию кто-то ну короче да гости к родственникам которые там где-то уже обосновались и потом кто-то да ищет разные пути все-таки остается там в тех странах куда они пытаются выехать успешно либо безуспешно да это другой вопрос но очень много людей возвращается и делает бизнес и приносит какие-то связи какие-то технологии контакты ну короче да вы понимаете о чем я вот так же здесь есть еще такой момент если человек действительно хороший профессионал умный достойный человек который себя что-то представляет либо у него и знания в голове которые никуда не денутся не потеряются либо его руки делают что-то такое что действительно ценится что-то такое классное то есть это мастер мастеровитый человек который куда бы он не переехал в какую бы страну в какую бы региону не поехал это те знания и умения которые у него останутся ну и можно говорить про какие-то там качество характера да там не знаю артистические какие-то не знаю это может быть там танцор балерина конферансье художник например то есть что-то такое что человека есть внутри то есть именно он сам обладает вот какими-то такими замечательными характеристиками и поэтому такому человеку можно не бояться он сгодится пригодится не только на своей земле но если мы посмотрим на другой вариант когда человек получает какие-то благо потому что ну не знаю он стал там директором автобазы потому что родственники жены ему помогли или получил там какое-то наследство или еще какие-то там не знаю блаты поблажки еще что-то еще что-то потому что там ну вы меня понимаете то есть не он сам бы такой вот классный товарищ а так сложилось вот либо по наследству либо по каким-то там связям родственным либо еще там как-то ну в общем за пределами вот этой вот системы его там родного села колхоза и либо там еще каких-то нам вот этих вот связей на себя уже ничего не представляет и поэтому в такой ситуации естественно таким людям не стоит наверное покидать вот эту систему где они там что-то из себя представляет немножко мы отвернулись от солнца пойдем другую сторону и в принципе я хочу сказать что сколько я здесь наблюдаю историй до разных людей которые мигрировали в разные годы с разным багажом разные профессии абсолютно если человек из себя что-то представлял в своей стране представлял из себя как профессионал и как личность то в каких по тяжелых условиях он не пребывал с какими бы там мизерными копеечками он не приехал он добьется здесь многого если человек не знаю как засала купил диплом то есть он не представляет из себя ничего то тут уж крутись не да не знаю как бы не пропихивали этого человека как-то не старались ему помочь но увы вот в этом был мой посыл поэтому вкладывайте в себя свои ресурсы внутренние разнообразные и до новых встреч счастлива пока